Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Волокна Пара! Сегодня на прямом эфире мне задали вопрос насколько мне понравилась индукционная плита я обещала про нее рассказать во влоге поэтому сейчас поставила разогревать курицу и немножко расскажу и покажу действие эту плиту Мы купили две плитки они очень легкие просто, видите, одной рукой поднимаю они самые, по-моему, дешевые, самые незамороченные ой, кто-то что-то сказал вот плита комфортов, она выключена несмотря на то, что здесь мигают вот эти вот терешки она на самом деле выключена она в данный момент не работает и если просто включить сразу же, пока на ней нет какой-то посуды она сразу же показывает ошибку и сразу же отключается здесь, в принципе, можно поставить на таймер на отложенное включение но я этим не пользуюсь и вот эти вот программы каши, кипячения, суп, блины и так далее оно тоже не работает и на самом деле я читала в описании ну, господи, вот веревка от камеры, она все время падает помешается и люди в комментариях писали, кто пользовался этой плиткой что легче выставлять вот видите, как на этой выставляется мощность чем ставить программы потому что когда включается программа включается и таймер например, там, не помню, на каше, по-моему через 2 минуты таймер отключается и снова нужно включать потому что я не знаю, как с этим работать я теперь включаю только с помощью вот этого плюсика или минусика включаю мощность, которая нужна при кипячении или жарке 2000 это максимальная мощность и очень быстро, конечно, разогревается плитка удивительно просто, быстрее, чем газ и очень быстро, кстати как только переходишь на более низкий режим быстро охлаждается то есть почти как газ уменьшаешь огонь так же и здесь быстро происходит переключение но я хочу сказать, что мне я не знаю, нажми если не вкусно вкусно, слава богу я хотела сказать, что мне не очень нравится как получается мясо хотя Аня говорит, что вкусно но мне не нравится оно какое-то деревянное получается в общем, какие-то волокна сразу выделяются в общем, не такое оно живое как на газу получается что ты смеешься? живое мясо да живое жареное мясо не, ну вкусное мясо ну, в принципе, это, конечно, в миллион раз лучше чем, например, у нас есть комфорка электроплитки я могу показать но это, конечно, гораздо лучше и весит меньше сама эта комфорка плитка ну да вот у нас есть такая вот плитка она на Яндекс Маркете рублей 500, по-моему, стоит а эти плитки по 1300, я не знаю, вам сказала или нет вот это совершенно обычная электроплитка да в общем, в принципе, на время на время я довольна и опасности никакой нет видите, просто а, знаете, какой еще минус когда готовишь на газу отключаешь блюдо и, в принципе, можно оставить на комфорке здесь обязательно нужны вот я вообще, в принципе, очень редко пользуюсь да, вот этими подставками под горячее давно не пользуюсь да а сейчас мне постоянно приходится ими пользоваться потому что оставлять на плитке нельзя ну, потому что будет все равно греться то есть отключить вот невозможно а сами сковородки, они горячие но каша хорошо получается мне нравится, как крупа получается я хотела сказать, что возможно те, у кого настоящие стационарные плиты индукционные да, индукционные возможно, у вас что-то по-другому потому что эти, ну, они вот такие ты так кричишь мне в ухо а эти вот такие портативные именно и, наверное, они какие-то недоиндукционные плиты может быть чего-то в них не хватает да, по поводу того что нужна специальная посуда в принципе вот у меня из Икеи и сковородки и ковшики в которых я варю кашу они все предназначены для использования на индукционной плите и есть еще несколько видов посуды стальная намагниченная сталь намагниченная и чугун намагниченный тоже можно использовать но вот конечно всякие там алюминиевые сковородки что еще просто эмулированную посуду это конечно использовать нельзя но есть какие-то круги переходники я решила что мы их не будем покупать деньги на это тратить есть у нас в принципе вся посуда необходимая для индукционной плиты да нет все нормально да очень вкусно ну что я еще кстати вчера избавилась от шкафа мне в шкафах очень не нравятся полки и вот я прожила со шкафом половинчатым шкафом с полками и я поняла что наверное я больше никогда не возьму именно с полками шкаф мне нравятся больше выдвижные ящики но он стоял я показывала вам его он стоял вот здесь здесь освободилось место следующие на объявление в авито вот эти два кресла они прямо легендарные в нашем доме они в офисе у нас стояли и дома у нас стояли и многое с ними воспоминаний конечно же связано вот это по моему верхнее постарше поэтому оно более такое дурчатое очень Баси любит вот эти вот штучки грызть а второе по моему по новее мама сегодня протерла все вот эти стекла и я подумала что будет хорошая идея вот это стекло оно такое серо полупрозрачное ну прозрачное да серое вот здесь положить посерединке это как такая еще дополнительная поверхность вниз я положила набор мак губных помад вот здесь у нас выложена вся косметика которую мы хотим отфотографировать в инстаграм или там в сторис куда-нибудь вот а сюда здесь вообще вот такое отделение которое мы в принципе не пользуемся но я поставила временно нашу она немножко грязненькая нужно почистить нашу вот эту я не знаю как она называется крышку ну наверное да крышечка для салфеток вот а внутри у нас там салфетки клинокс бальзам вот эту штуку кстати мы покупали в заре а этот комодик просто все время спрашивают комод мама где-то в инстаграм нашла и когда-то выкладывала пост про него так что можете посмотреть если кому интересно здесь мама очень красиво выставила всякие штучки раньше вот эта штучка у меня стояла но так как вот такой же комод теперь у меня под украшение я еще его не разобрала у нас один здесь кому-то остался и вот мама все так выставила красивенько это инсталляции наверное все таки как инсталляция я делала из вот такой винтажной красивой банки а это по-моему нам да Марина Романович прислала вот такие классные из оргстекла подставочки я свою использую по полной программе у меня здесь все разложено все самое основное чем я пользуюсь и а это я куда-то в другое место положила вот еще кстати к тональной основе нам дали вот такой такую жидкую наверное это не блеск а жидкую губную помаду попробовать я очень хочу тоже попробовать ее напишите свое мнение кто уже пользовался вот такой маленький тюбик посмотрим какая она вкусная еще несколько дней назад я разбирала свечки у меня и здесь тоже в гардеробе лежали свечки свечи у меня везде и я нашла вот такие свечки очень красивые фигурные свечки сейчас все задаются вопросом а где же собственно свечка это крышка вот такая свечки мне кажется что они все таки на один раз поэтому я их хранила и долго не жгла потому что они сами по себе очень красивенькие но я хочу как-нибудь их зажечь на какое-нибудь мероприятие по поводу без повода не знаю но вчера и позавчера у меня рукав в темноте когда вы на свет отключали не просто не поднялась именно эти свечки включить вот мы провели прекрасный эфир мне так кажется нам понравилось нам понравилось очень с вами общаться мы очень соскучились и было классно да хоть у нас айпад и не захотел работать и мы это все сделали с телефона было очень сложно читать вопросики все таки затмение не только на людей действует но и на технику но и на технику по крайней мере на провайдеров интернета вообще на электричество да вот что сегодня у нас был в основном такой разбирательский там да я по телефону много тоже общалась окна приезжали в общем сегодня был такой домашний день и я думаю что после я сама же редактирую влоги вообще-то и после вчерашнего влога когда было объединено три дня и мы туда пошли сюда пошли у нас еще не было ни разу три дня да в общем туда пошли сюда пошли это показали наверное этот влог вам покажется гораздо скучнее но у нас не каждый день Сорочинский ярмар это из друзей сегодня 29 градусов было завтра вроде бы тоже 28 29 и завтра я очень надеюсь что исполнится моя мечта летняя а ты билеты заказала а чего этого заказывать надо в прошлый раз ты заказывала серьезно надо заказать Ой, близится мамин день рождения в понедельник Вот то, что завтра, о чем я мечтаю завтра Мы хотели, как всегда, сделать в день рождения Но в день рождения уже будет 22-23 градуса Будет не так интересно Ну, вообще, у нас на день рождения уже другие планы Вот Пишите, как вы отмечаете день рождения Как вы отмечали день рождения Как вы собираетесь отмечать день рождения Я это каждый раз в свой и в мамин день рождения спрашиваю Будем ждать от вас ответов Что вы получили в подарок Хотели бы вы, чтобы мама поделилась тем, что она получит подарок на день рождения Мне очень нравятся мои подарки Которые она мне дает Она хочет, чтобы я вам тоже не рассказала Нет, какая разница, чего хочу я Главное, хотите ли вы увидеть Ну, чтобы мама поделилась с вами подарками своими Вот Ну, что еще И хотели бы вы, чтобы мы продолжали вот такие обзорчики каких-то технических покупок Потому что мы же делаем это абсолютно не профессионально А просто какой-то свой отзыв, свое мнение А мы с вами взяли, увидимся завтра В субботу Это уже воскресенье будет для всех Мы в субботу снимаем, а увидимся в воскресенье Почему? Мы снимаем в пятницу Сегодня пятница Ты говоришь, увидимся в субботу Мы увидимся уже в воскресенье Ну, они же нас в субботу увидят Это вот это увидят Да, я и говорю, увидимся с вами в субботу Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко И желаем вам доброго утра Счастливого дня, прекрасных выходных Прекрасной погоды, любви, солнца Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok